События, мнения, последние новости региона. Все это в информационном выпуске Губернии 33. В студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. Ключи от 42 автомобилей марки Нива сегодня вручил губернатор медикам региона. Три машины передали в распоряжение Уршинской районной больницы. Добираться до пациентов врачам нередко приходится по бездорожью. И авто высокой проходимости для этих поездок именно то, что нужно. Внутри есть кондиционер, что в жару значительно облегчит жизнь медикам. В рамках техзаданий авто также оснащены набором первой необходимой помощи. Это стандартная аптечка, носилки и современные аппараты искусственной вентиляции легких. В условиях того, что мы находимся на удалении 36 километров от Уршинской районной больницы, то здесь, значит, кислородный редуктор, два баллончика на два литра. Ну, в принципе, одного баллона хватает для доезда до больницы. Это уже второе поступление автомобилей в рамках федеральной программы. В начале года больницы и ФАПы получили 28 машин высокой проходимости. Всего на их покупку направили около 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 50 миллионов рублей до конца года поступят из региональной казны на покупку 50 машин марки «Лада Ларгус». Но речь идет о городах свыше 50 тысяч, потому что тоже автопарк там оставляет желать лучше. Это первое. Второе. Значит, это 23 миллиона рублей для приобретения машин для гемодиализа. Будет приобретаться 10 автомобилей. И что очень важно еще, это, конечно же, постоянное обновление автопарка скоропомощной службы. Мы предусмотрели выделение 84 миллионов рублей для приобретения автомобилей, также для наших районных больниц субъекта. 240 зараженных коронавирусом выявили в регионе за сутки. Это повторение недавнего антирекорда за все время пандемии. Больше всего заболевших во Владимире, Гусьхрустальном и Муроме. В регионе продолжается массовая вакцинация от ковида. По данным Департамента здравоохранения, первый этап прошли почти 149 тысяч человек. Второй – свыше 112 тысяч жителей области. По словам врачей, вакцинироваться сегодня готов каждый третий житель региона. Но из-за возникшего ажиотажа препарата на всех не хватает. Здесь бы хотелось успокоить население. У нас срок, до которого мы должны привиться по плану до 1 сентября. Единовременно мы сейчас всех привить не сможем физически, потому что у нас нет столько медицинских работников. С учетом того, что мы еще и боремся с ковидом на текущий момент. Последняя поставка у нас была в воскресенье. Это 7800 доз. Мы их сейчас перераспределили. И ждем до конца недели еще порядка 10 тысяч доз вакцин. То есть очередь уже сформирована. Работаем с предприятиями. Как только вакцина поступает в течение дня, она сразу расходится по учреждению. И к другим темам. Водоснабжение в Суздальском районе будет восстановлено. Накануне губернатор Владимир Сипягин проверил, как выполняется его поручение по решению этой проблемы в селе Семеновское Красное. Из-за аномальной жары местные жители три недели сидят без воды. Они вынуждены пользоваться колодцами. Такая же ситуация и в других населенных пунктах Суздальского района. Центральное водоснабжение в селах Семеновское Красное, Павловское и Барское городище осуществляется от одного водозабора. Всего к нему подключены около 700 абонентов. При отключении, значит, вот скажем, ремонтных работ и большого количества воды потребителей, водовод не справлялся. Разбор был больше воды, чем приход воды. И нам приходилось в ночное время отключать павловское население и набирать воды. В селе Семеновское Красное уже начались работы по модернизации системы водоснабжения. До 15 июля там должны завершить бурение скважины. Благодаря ей вопрос с водой в этом населенном пункте будет полностью решен. До августа этого года также будет установлен дополнительный резервуар чистой воды в Павловском и прокачена скважина в Барском городище. За счет эффективного работы департамента ЖКХ была получена экономия по нашей программе и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владимирской области. Там более 4 миллионов рублей. Поэтому вот эти финансовые средства пойдут на то, чтобы здесь пробурить скважину, здесь в этом населенном пункте и установить дополнительный резервуар. Кроме этого, значит, мы также решаем проблему в Гавриловском, где тоже был перебой с водой, и в Кутуково. Поэтому вот в целом ситуацию локализовали. В суде продолжается рассмотрение уголовного дела о пожаре в областном театре драмы. По версии гособвинителей, искры от сварки попали на тяжелые шторы. После этого пламя перекинулось на облицовку стен и спинки кресел. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Общая сумма причиненного ущерба – больше 353 миллионов рублей. При проведении указанных работ для сварки электропроводов им использовался кустарно изготовленный электрический сварочный аппарат, являющийся источником повышенной опасности. Сил своего возраста, жизненного опыта и уровня образования Шеменев, являющийся электромонтажником, допущенным по работам в электроустановках напряжением до и выше 1000 Вт, имеющий четвертую группу по электрообезопасности, достоверно знал, что при проведении электросварочных пожароопасных работ образуется фиолетовое излучение от горящей дыги. Сегодня адвокат подсудимого заявил, что они готовы частично признать вину. Но при этом обвинять нужно не только отдельно взятого работника, но и лиц, ответственных за пожарную безопасность в театре драмы. Поскольку дело расследовано с явными нарушениями уголопроцессуальными, имеет место неполнота проведенного расследования, об этом мы неоднократно заявляли в ходе дознания. Почему-то мы услышаны не были. Наверное, потому что это государственное учреждение, и все считают, что кроме как простой рабочий, никто не должен отвечать. Несмотря на то, что есть данные о том, что большая доля ответственности здесь, значит, лежит на руководстве театра, на ответственных лицах, в том числе ответственных за противопожарную безопасность. Амфитеатр под открытым небом, умные фонари и чистый пруд. В центре Юрьев-Польского появится новая прогулочная зона. Там заканчивается благоустройство городского сквера. Он расположен неподалеку от Михайло-Архангельского монастыря и Кремля. Но и это не все приятные сюрпризы. Какие территории приведут в порядок еще, расскажет Наталья Забнина. Место, загадка, территория, редкая культурная ценность. И все это о сквере в центре Юрьев-Польского. Он расположился на улице Владимирская. То есть эта территория у нас находилась долгое время в сонном состоянии. И вот такое благоустройство, то, что мы прямо зашли сюда на обустройство территории, это первое за долгое время. Сквера разбили в 19 веке солдаты-артиллеристы. Со временем территория пришла в упадок. Благоустроить ее решили к знаковой дате. Через год Юрьев-Польскому исполнится 870 лет. Конкретно на второй этап у нас сейчас контракт заключен на 2 миллиона 700 тысяч рублей. Общие, так как я уже сказал, три этапа у нас по благоустройству сквера. Общая сумма 6 миллионов 300 тысяч рублей. Прогулочная зона оформлена удобными дорожками и освещением. В процессе сооружения амфитеатра под открытым небом делают это с помощью новых технологий и федеральной поддержки. Нравится ли вам? Очень нравится. Что особенно нравится, да? То есть и почему самое главное важно открывать в порядок? Ну, во-первых, и детям хорошо, и самим отдохнуть есть где. А это уже другой конец города – загородный луг. Его площадь около 30 гектаров. Благоустройство здесь только началось. В это трудно поверить, но уже через 2-3 года территорию мы с вами не узнаем. Вместо травы, кустарников и аварийных деревьев здесь появится парк. Территорию благоустроят не только для уютных прогулок вместе с семьей, но и для занятий спортом. Летом здесь можно будет покататься на роликах, а зимой – на лыжах. Цель на этот год – оформить зеленую зону и проложить пешеходные дорожки. И на это потратит почти 5 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году участниками федеральной программы стали три зоны, в том числе двор на улице Артиллерийской. Заявочку давали, но у нас как бы не доходила очередь. Сейчас у нас очередь дошла, и мы очень довольны, очень рады этому, что у нас сейчас будут такие вот дорожки, и беговые дорожки, и велосипедные дорожки, и дети все будут кататься, вот сейчас даже уже катаются на велосипедах. Галина Михайлова живет в этом доме 45 лет. Говорит, двор был в плохом состоянии. Его благоустройство жильцы добивались больше шести лет. Вы знаете, ведь вот когда вот такая радость есть тут, да, вот цветы, вот выходишь на улицу, да, я вот пройду по всему вот так вот периметру, да, говорю, какая красота. Эта переделка изменила жизнь всего два раза. Здесь три многоэтажных дома, это больше ста семей, реновация обошлась в 7 миллионов рублей. Это одна из плохих очень территорий была. Здесь было полностью, полностью отсутствовало дорожное полотно, не было вообще ни парковок, ни карманов автомобильных, пешеходные зоны вообще отсутствовали. Тротуары здесь уже все пропали, и осенью, весной было здесь без собаков не обойдешься. В конце лета дворовая территория преобразится окончательно. Мечта жителей оборудовать детскую зону отдыха, площадка тоже будет. В администрации ищут спонсоров для покупки инвентаря. Наталья Забнина и Олег Маньков, губерния 33. Полмиллиарда рублей могут вложить в реконструкцию системы ЖКХ региона. Такое предложение внес губернатор Владимир Сипягин. Инициативу рассмотрят депутаты на ближайшем заседании облпарламента. В документе пять предложений, в том числе реконструкция объектов водоснабжения. Это артезианские скважины и водонапорные башни. Ремонта ждут шесть крупных технических сооружений. В перспективе построить и реконструировать 80 километров водопроводных сетей в Визняковском, Гороховецком и Суздальском районах. Еще 15 километров старых коммуникаций заменят в Коврове, Кольчугино и Собинском районе. Всего в списке 21 территория, куда планируют направить дополнительные средства. Международный разговор о жизни усадьбы Храповицкого и ее владельцах. В Судогодском районе прошли седьмые муромцевские чтения. Несмотря на сложную пидобстановку, краеведческая конференция в этом году оказалась богатой на участников. К научному диалогу присоединились даже исследователи из Лондона. Она посвящена различным темам, самым разным, начиная с архитектуры, искусствоведения, истории, собственно, хозяйства, которое было здесь в усадьбе, сохранению наследия. То есть всему тому, что связано с усадьбой Храповицкого и с его хозяином. Конференция, на мой взгляд, имеет очень важное значение, потому что через призму усадьбы Храповицкого мы видим, в общем-то, судьбу многих таких усадеб. В визит в центр поселка Муромцево приехали ученые, сотрудники музеев, краеведы. Всего около 20 человек. Они представляли три региона – Москву, Рязань и Нижний Новгород. Важные доклады прочитали специалисты из Санкт-Петербурга и Лондона. Разговоры ученые присоединились по видеоконференц-связи. Основная тема – судьба потомков известного дворянина Владимира Храповицкого. Эти научные исследования будут доступны всем желающим. Их опубликуют в новом выпуске от альманаха Муромцева «Между минувшим и грядущим». На этом наш выпуск подошел к концу. Я напоминаю, что вы можете делиться интересной или волнующей вас информацией, позвонив к нам в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Заболеваемость коронавирусом в регионе растет. Только вакцинация поможет уберечь здоровье от тяжелых последствий опасной инфекции. Не откладывайте прививку на потом, берегите себя и своих близких. Не пропустите вечерний итоговый выпуск новостей, который выйдет в эфир ровно в 19.00.